день добрый друзья хорошие вам субботы а у нас суббота тоже начинается очень хорошо потому что у нас сегодня в гостях ну мы вас анонсировали как футбольный эксперт поэтому так и представлю футбольный эксперт александр владимирович севидов здравствуйте ну мы начинаем с того что наш гость говорит приветственное слово болельщикам читателям любителям спорта собственно вот что сейчас у вас накопилось чтобы хотелось сказать да накопилось то много но хочется сказать наверное единственное что мы не так давно пережили поражение сборной украины я хотел бы пожелать всем болельщикам сборной украины да вообще всем жителям украины набраться терпения и верить своих футболистов тренерский штаб потому что я уверен что они сделают все возможное чтобы команда наша все-таки вышла финальную часть и я уверен что в безразличие мы на футбольном поле не увидим в принципе так история повторяется прошлый у нас отбор тоже начинался не очень успешно вернее начинался нищей в лондоне а потом не очень успешно думаете это вот такая уже повторение истории такая уже проторенная дорожка ну вряд ли я думаю что это стечение обстоятельств потому что ну никто не хочет даже если бы знаете был положительный опыт сначала проиграть потом выйти ну поверьте в следующем этапе все равно никто не захочет проиграть потому что ну профессиональные спортсмены выходя на футбольном поле стремятся выиграть иначе какой смысл вообще выходить на поле ну вы уже как мы вас уже как футбольных экспертов все-таки если оценивать эту группу все-таки фавориты испанцы или не стоит там списывать со счетов вот словаки выбирали потому что изначально договорили испанцы украинцы должны быть вторые но но я думаю что все-таки наверное с арденком будет стоять испанцы потому что в ходе происходит там смена поколения но все равно футболисты очень сильные и поверьте никакого такого паднинского настроения у этой сборной нет даже после провального выступления чемпионате мира я думаю что наоборот сейчас новое на такое новое дыхание буду сборной потому что достаточно много молодых ребят и сейчас выходит на первые роли но я думаю что но по крайней мере я так думаю что испания будет стоять особняком вот украина со словаки будет бороться за второе третье место ну по крайней мере мы очень на это надеемся а вы как так беларусь не списал но узнаете у нас не так много футболистов с большим опытом международных выступлений если говорить о сборной словаки чтобы мы не говорили как как бы мы не хотели чтобы мы были сильнее но там футболисты и рад ведущий император и в пл и в серии а то есть игроки которые же по много лет выступают на высоком уровне ну у нас так таких футболиста не очень много в сборной беларуси таких вообще практически не за исключением глеба который выступал на на высоком уровне поэтому я по крайней мере я надеюсь что пока не хочется мне чтобы сборной беларуси вклинилось еще и еще с ними нам пришлось бы бороться за второе место а наверное придется у них же все таки основная команда которая дает игроков сборной баты они живут выступают в лиге чемпионов и ну пока то мы не знаем как они выступают еще не начали но тем не менее устроили у нас тоже есть команда в лиге чемпионов выступает но к сожалению там не так много украинцев как нам хотелось бы ну почему 3 рака 4 рака стартового состава ну да защитники пиатов и степаненко это как минимум подождите 4 а шевчу 5 так это полкоманда хорошо еще и гладкие если забывать и саша как он сейчас в кресле футбольного эксперта на себя как чувствуете на телевизии не важно мне я не могу сказать что мне это неинтересно но на тренерской скамейке все-таки есть себя чувствую более уверенно потому что ну знаете если можно так сказать что я всю сознательную жизнь в футболе поэтому очень тяжело быстро перестраиваться хотя это так знаете в на время не работы в на время вынужденной паузы так такая такая для себя отдушина поэтому я еще раз смогу только поблагодарить ребят с канала футбол которые пригласили меня и дали возможность знаете не не быть стороне от большого футбола так собственно кто приглашал как получилось это приглашение вы же наверняка до последнего ждали что будет какое-то приглашение от клуба от команды а тут вдруг случилось вот телевидение ну как бы на все обыденно происходит нет такого у меня был разговоры с каналом 2 плюс 2 и с каналом футбол но когда уже узнать она все на есть периоды в которые ну как бы ну даже надеяться на какое-то приглашение не стоит потому что только начинается чемпионат на какую какого тренера могут уводить какого-то тренера но другого пригласить севидова иванова петрова без разницы поэтому эта пауза она как бы естественно поэтому и я и согласился но по крайней мере у нас есть договоренно что если меня будут предложения я его примусь она меня устроит пока либо не устроит либо таких предложений нет я буду работать на канале футбол так а почему футбол они два плюс два если были оттуда и оттуда приглашение это финансовая эта сторона вопроса вас заинтересовала ну поверьте финансовая сторона вопроса может заинтересовать может там в bbc и cnn когда борются были там sky sport здесь абсолютно никаких таких вопросов не возникало единственное что наверное все-таки склонила чашу весов то что проект вот именно там где я участвую на канале футбола на на более интересен на про футбол выходит один раз в неделю это знать но как не постоянно так как по крайней мере то что предлагали мне на канале футбол предложили как бы такую работу вот вы лаком футболе я участвую ну и я наверно покрывлю душой если скажу что не скажу точнее что одно из все-таки таких такие одного из аргументов все таки было что я сам карену донечанин поэтому мать и как бы тут когда даже на чаше весов абсолютно равенство все-таки то что я из донецка это перевесит так вот как раз футбол телеканал футбол и великий футбол очень часто так обвиняют болельщики по крайней мере допустим динамо киев в том что они все-таки предвзято относятся и склоняются на сторону шахтера у вас не было такое опасение что все-таки будет какая-то цензура и нужно будет говорить не те вещи которые вы на самом деле думаете абсолютно нет сейчас я вам могу с полной уверенностью сказать по крайней мере мне никто заранее не говорил сейчас не говорит никакой никак вообще о какой-либо цензуре там речь не идет я могу сказать больше что я сам это чувство что ну знаете это наверно неправильно но это все-таки согласитесь немного естественно даже донецкий канал все-таки поддерживает больше донецкий шахтер иногда на мой взгляд это тоже иногда перегинали но сейчас вот лично я не чувствую что донецкий шахтер знать уж как то закрывали глаза на ошибки если футболисты шахтера ошибаются значит мы говорим о том что они ошибаются если ракицкий сейчас часто ошибаются значит мы рим часто он ошибается несмотря на то что лично я считаю ракицкого одним из лучших центральных защитников украины и когда есть еще александр кучер но саша очень хороший футболист очень надежный но ему тоже за 30 поэтому в это одна из будущих надежд украинского футбола ракицкий тот же очереди но знаете если он играет плохо то мы говорим плохо если команда играет плохо мы говорим плохо не знаю я не буду говорить что до меня было или будет после меня по крайней мере я могу говорить за то что в чем участвую я как он с легендой работает с виктором евгеньевичем леоненко я легенда ну да виктора там действительно так на так и называется легенда но знаете вот я вот могу параллели провести вот леоненко примеру да и олег владимирович блохин да вот люди которые действительно а блохин тоже согласитесь это все-таки легенда киевского динамо чтобы сейчас не говорили о нем каких плохих слов но вот он с журналистами и на футбольном там на стадионе это один плохим а когда с ним общаешься за футбольным полем это абсолютно нормальный знаете нормальный мужик с которой можно поговорить обо всем о футболе и жизни агрессии о чем угодно о москве то есть никаких вообще таких ну а какие-то либо отклонению как на которые сейчас намекают абсолютно нет но есть такой еще еще один мой старинный друг но виталий владимирович квартир ну вы представляете как как он себя экспрессивно ведет на лавке но вы поговорите с ним после футбола это абсолютно нормальный человек человек опять-таки душевный человек достаточно сентиментальный с которым опять-таки можно поговорить и не только о футболе так а получается если вы проводили параллели так и леоненко получается он такой в жизни и на экране одинаковый нет нет вот я именно это и хотел сказать что леоненко тот который комментируют какие-то действия и леоненко который потом выходит за кадр это не совсем один на гаданию не разные конечно но не совсем с каждого стопроцентно одинаково потому что он очень много играл футбол он был хорошим футболистом он много забивал он был знаете но ведущим игроком флагмана украинского футбола на тот момент киевского динамо поэтому говорить о том что леоненко не разбираются в футболе наверно язык не повернется у него свое видение и он его доносит правильно то неправильно но если знаете людям нравится почему не доносить иногда вы наверно уже заметили если смотрели что я тоже часто с ним не соглашаюсь потому что он вот знать его выражение вот это любимое в мешок из моста там того же ярмоленко но если видят всех выбросил то у нас сбор на украине сейчас играла там я не знаю ребята 11 117 года и это и те кого видите не знает его когда а так да и ну и как и да ну а так в принципе же говорю он парень абсолютно нормальный дать ему вот такую вот такой это на работе а вот могу спросить кто нравится из украинских комментаторов потому что очень же часто критикуют но украинские комментаторы не дотягивают потом по уровню пойман по эмоциональности возможно по каким-то знаниям вы уже даже общаясь с ними изнутри знаю многих журналистов вот кто вам нравится как комментатор как специалист ну знаете мне очень некорректно буду говорить за комментаторов других каналов потому что там есть тоже хорошие профессионалы я допустим стежим с теми же ребятами из из плюсов у меня хорошее отношение со всеми с кем я знаком у меня и отношения за того что я скажем так сейчас сотрудничаю с каналом футбол они абсолютно не испортились но ведущим и комментатором на канале футбол я считаю виктора воцку как бы его не критиковали а любого человека можно критиковать и всегда найдется человек который кому-то которому что-то не нравится там или в комментарии или в тренерстве или там как вы одет или как вы говорите или как у вас сегодня макияж всегда найдется человек который недоволен поле как мультики оба боя против но я по крайней мере это мое мнение я считаю что именно воцку который знаете ну наверно потому что я уже воочию наблюдал как он готовится киевам потому что человек который знать кому которому интересно который изучает все до мельчайших подробностей потом пытается это донести да может быть у него своеобразный стиль комментатор комментаторство если есть такое слово в русском языке не знает за но по крайней мере мне он нравится больше а вы как готовитесь к фирмам или вам хватает вот этого вашего опыта и того что вы видите или все-таки стоит подготовиться парочек там часика ну безусловно если мы скажем так будем обсуждать какую-то какую-либо из игр конечно и это его обязательно на посмотреть я знаете имею все-таки достаточно долго до давно и за футболе и имею возможность общаться с футболистами разных команд и с тренерами у меня со всеми хорошие отношения поэтому у меня чуть больше информации и другая информация нежели у вас и журналистов поэтому я чуть по-другому на это смотрю и чуть по-другому рассуждаю и в принципе это помогает и достаточно по крайней мере сейчас у меня нет задачи углубляться куда-то и так глубоко чтоб люди или простые люди не понимали о чем он говорит или знаете не сбиваться на банальность и тогда это будет вообще никому не интересно а вот еще свою речь там украшаете поговорочками какими-то цитатами из песен еще что-либо это это вот вас так изнутри или откуда вы набираетесь знаете больше наверное из фильмов не из из старых но вы представьте вот мы ездили раньше в автобусе на выездом по 20 часов по 24 часа и все время в автобусе крутили вот у нас когда мы ехали допустим с донецким металлургом мы наизусть знали такой фильм как любого голубя вот володя гаврилова наш туда братаре потом тренер вот он другие фильмы он не предпочитал тот любого голубя может иван васильич меняет профессию там бриллиантовая рука то есть те это золотой фонд там советского еще кино золотые такие комедии поэтому мы практически наизусть их знали ну представьте мы могли за три-четыре вот он у него плохое настроение он любого голуби и мы туда едем смотрим его два-три раза и обратно два-три раза и все попробуй скажи он же вратарь вратарь и особенные люди ну по крайней мере это особая каста футболе не говорит о том что они как многие приняты там головой бьются об штангу да теперь они с головой не все в порядке нет это люди как на которых на мой взгляд лежит ну колоссальнейшая ответственность потому что любая ошибка вратаря но мало того что мы все понимаем как играть футбол уж как ставить воротах так это ну не знает наверно только младенец критиковать уж мы все гораздо а если особенно этих ребят которые стоят на последнем рубеже и любая их ошибка любой их промах ну будут обсуждаться но как минимум до следующей игры поэтому я всегда стараюсь этих ребят оберегать они для меня знаете такие люди как и еще раз об особая каста футболе поэтому мы стараемся даже на каких-то разборах игр вообще их не затрагивать только в личной беседе вот так если один на один какие-то если можно если есть претензии или пожелания только так я могу именно вратарям это высказывать тренеры вратарей могут высказывать допустим мы с вами подопечным все потому что они как бы принадлежат к одной кости или вам кажется что даже не ранее именно они должны высказывать зачем тогда мне тренер по вратарям ну это опять таки это не при всех знаете тут раньше как у нас учили там метод макаренко до хвалить при всех ругать на и наедине то есть особенно такие футболисты есть ранимые ну и сколь мы сейчас уже вратарях а вратари все ранимые то есть нельзя их выбивать из какой-то их колеи из их мира поэтому я еще раз могу сказать что я считаю что этих этих футболистов надо поддерживать либо ты ему доверяешь либо не доверяешь нельзя такого доверять и потом его ставить ругать ведь этот тренер принимает решение кто сегодня выходит состав а кто у вас был такой самый возможно психологически неустойчивый подопечный который вот нужно было хвалить и оберегать ну ну самый тяжело сказать и знаете сейчас вообще хвалить или ругать футболистов то себе дороже похвалишь они пропадают поругаешь они обижаются один из таких футболистов которых приходилось много работать психологически вот саша бандура сейчас голкипер донецкого металлурга вот он был у меня в крым теплицы оттуда кстати его и купил донецкий металлург с крым теплицы ну вот он когда был крым теплицы он хороший врата с хорошей реакцией такой знаете трудоголик но он у него была большая неуверенность своих силах он он чувствовал что он достойно играть на высоком уровне но предложение не было и он из-за этого уходил себя немножко нервничал и допускал так детские ошибки но приходилось его успокаивать на что ну знаете всегда бы обычная в таких ситуациях футболиста валюты работы и твой труд оставим не останется незаметно не сегодня завтра не завтра это через полгода не через полгода как через год ну принципе так и получилось через год нашего сотрудничества его купил донецкий металлург и сейчас он очень был у него небольшой такой провальчик в прошлом чемпионате но и сейчас я считаю что он один из самых стабильных вратарей украинской премии даже в дашь в сборную звали правильно звали но сейчас у нас горло кто только никого только не живу ну хорошо что есть на карандаше михаил анти а вот говорите да когда-то по макаренко угры доучили вы сейчас вам нужно еще вот литература который вы читаете возможно мемуары тренеров или какие-нибудь тактические разработки вот там новейшие при новейшие вот вы занимаетесь еще таким самообразованием ну знаете раньше мудрецы еще говорили это те которые мы только читаем мы их никогда не знали там мы были они не были эти китайские мудрецы индийские вот если человек не развивается да и если человек не меняется со временем это глупый человек меняется все вокруг нас невозможно оставаться таким каким ты был 10 лет назад или у тебя есть определенные догмы ты их не меняешь есть определенные принципы жизненные они да ну там примеру там нельзя бить женщин да вот нам заучили с детства со школы нельзя бить это принцип а если футбол развивается то тренер должен развиваться вместе с ним ни один тренер который знаете стоит на месте он никогда ничего не добивается поэтому я считаю что и я в том числе если я не буду интересоваться тем что происходит современно футболе современной жизни ну знаете меня очень быстро этот футбол выбросит на берег но я надеюсь что я стараюсь по крайней мере успевать за вот этими новыми тенденциями конечно изучаем конечно смотрим не только я не я тогда самый умный тут в украине на мой взгляд любой тренер да я знаю что многие тренеры этим занимаются и знаете едут и ездят обязательно если есть возможность там куда-то на стажировку и на какие-то семинары то есть жизни стоит на месте и мы должны меняться миссис таков под последнего возможно книгу или семинар какой вы посетили дабы дабы всех семинаров которые посетил последние это было в продлении моей лицензии да потому что знаете мне сказочно повезло с группой это была первая группа это первый набор лицензии про в украине там уже было больше десяти лет назад и в моей группе оказались тогда кроме меня там был весь цвет украинского тренерского цеха все тренеры национальной сборной им там маркевич блохин альтман то буряк завара и и все это гена литовченко олег протасов то есть вот все кто от кого вы знаете из опытных тренеров осени там были поэтому вот и как бы мы получили лицензию теперь продлеваемую каждые три года и вся эта руб демьянин когда-то андрей баль к сожалению который уже с нами нет там саша завара то есть вот вот эти люди казать и которые лёха михаличенко вот ну цвет действительно цвет украинского тренерского цеха поэтому мне повезло и от лучшее там валерия ивановича рёмченко михал иванович фоменко вот все что от они говорят знаете и курсов никаких не надо надо просто собирать где-то вот этих людей и кто хочет их послушать просто садить рядом и слушать потому что лучше чем они расскажут чем они знают на нашем футболе не знает никто и лучше чем они никто не расскажет так как то из этого цвета или возможно не из этих людей на вас вот повлиял больше всего вот вы послушали действительно поняли на что вот вот этим вы занимались или послушал действительно поняли что ничего не понимаю ну или наоборот ничего не понимаете если вы имеете ввиду кто показал огромное самое большое влияние на меня как тренер конечно это айтман потому что я при семене еще закончил играть в футбол и при нем же стал тренером то есть любые а знаете это но я не знаю если это можно встретить с первой любовью да вот у кого еще учиться вот 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 у тебя главный тренер первой команды ты у него берешь то что считаешь нужным из то что все что у него лучше а так в принципе знаете ну я со многими тренерами работал то что так пришлось поколесить и мне по из от по советскому союзу я никогда не был там таким футболистом вот как виктор леоненко да ну поэтому знаете банальные слова только тут могу сказать больше ничего не придумаю что вот то что ты вспоминаешь память от ну вот мы делали там это ездил на просмотр московский спартак мы так делали так у романцева я не знаю открываюсь вперед как меня учили а он говорит остановись откройся обыграйся то есть почему и почему мне тогда это не понравился почему тогда я этого сделать не смог и из-за этого я не смог попасть московский спартак а мой старый друг витя анопка там туда попал остался и стал лучшим игроком россии и комитара сборной из и россии и всего чего угодно поэтому или тот же валера карта с которым мы служили в москве служили в армии то есть есть люди и опять-таки анализируя и понимаю что чего-то я тогда не понимал но сейчас голове всплывает что действительно это так то есть многие тренеры влияют на на самом деле на вот на на молодого тренера на такого как ну я считаю себя еще достаточно молодым вы звоните вы сейчас если есть какие-то у вас вопросов такие но профессиональные или уже как-то не с руки нет ну конечно сейчас уже не с руки потому что не потому что я стал настолько умный что я с теперь могу советовать семян юсичу да нет просто бывают такие моменты и вот когда тренер не работает этот период очень непростой поэтому знаете как приходишь вроде как когда ты работаешь у тебя телефоне замолкать когда не работаешь у тебя телефон не звонит а куплене что он вообще сломан или звонок и все время без звука у тебя телефон поэтому в такие моменты ты обычно старайся ну зачем слава кому нужны слова утешения мы все взрослые люди мы мужики которому вы знаете мы все готовы к любой тренер готов к тому что он его уволит сегодня завтра сколько до когда он поэтому вот такие это неловкие ситуации но когда у меня какие-то вопросы возникают я не стесняю звонить больше 100 более старшим товарищам желательно конечно это делать при встрече потому что если вопрос какой-то или тебе что-то непонятно или ты хочешь как-то проконсультироваться это конечно делается не по телефону ну и для меня никаких стеснений это не вызывает а вы как-то в одном из интервью сказали что вот наконец в карпатах вы полностью осознали как нужно работать команда если раньше вы еще могли экспериментировать пытались как-то развиваться так вот именно в карпатах вы полностью определили там себя как тренера да вот ну вы можете сейчас нам утро то есть что что значит вот санси видов тренер как он работает какие принципы работы у вас ну я немножко больше имел ввиду под этими словами потому что на самом деле их несколько видов подготовки и физическая подготовка есть психологическая подготовка тактическая подготовка футболе вот в карпатах я я наконец-то понял я я подразумеваю под собой мой тренерский штаб то есть это те люди с которыми мы уже очень много лет работаем конечно любой тренерский штаб главный тренер он экспериментирует он что-то ищет он где-то ошибается где-то обжигается но через вот эти вот ошибки он идет к какой-то определенным этом пониманию но вот я считаю что в карпатах мы наконец-то своим тренерским штабом поняли чего же мы хотим и какой футбол мы поняли что нельзя примеру чтобы было понятно доступно что нельзя с нашими по крайней мере сегодняшними украинскими футболистами играть такой футбол как играет барселона либо нынешняя бавария но нельзя потому что мы немного другие мы у нас есть характер у нас есть там сила когда да у нас есть сила если у нас есть воля у нас есть здоровье мы можем бежать мы можем биться можем бодаться но мы не можем играть так как бразильцы мы не отсюда строили свою подготовку мы строили свои вырабатывали тактику мы вырабатывали стратегию ведения и игры и всего чемпионата и я могу сказать что ну знаете вот я всегда сравнивать не потому что там какой-то идеал но вот в прошлом году вот именно в прошлом году рамос добился того что на мой взгляд он хотел видеть от днепра да вот вроде бы как и достаточно предсказуемая игра была у днепра но она эта игра принесла второе место и никто не ожидал и эта игра в лучших играх днепра ну просто разрывал команды при том что и в том числе и гранда украинского футбола поэтому мы хотели от приблизительно такого то по такому типу строить игру быстрой атаки с быстрым выходом из обороны с огромнейший знать вот так вот тут если можно применять огромнейшая строжайшая дисциплина вот уж сейчас использую там рома григорьчук просто прошлом году до строжайшая дисциплина его не интересует как ты себя чувствуешь где ты оказался в момент там завершения атаки ты обязан вернуться на свое место но это должно быть вот я думаю еще ярче примерно это атлетика мадрида последний конечно сказать что команда блистала ну не скажешь да а команда вот своей дисциплиной перебила и барселону и реал и все и же с ними поэтому вот эти вот основные принципы мы поняли что именно на них должен держаться украинский футбол по-другому мы не сможет и то что еще понял в карпатах это не понял узнать как бы утвердилась у меня внутри что нельзя обещать то что ты не можешь сделать но не могу я никогда не обещал что мы будем играть комбинационный футбол или вот придумали там журналисты атакующий футбол никто не знает какой это футбол все хотят видеть атакующий футбол вот мы будем играть в атакующий футбол ну скажите что это закон атакующий футбол мы шторе шахтера всего говорят шахтера два-три года назад до когда был виллианда фирма риан хитариан да вот так этаж фирма динем хитариан и виллиан а сейчас сейчас шахтер использует больше всех используют длинных передач донецкий шахтер по статистике мы не можем это делать и я понял что не надо обещать знаете есть когда я был помоложе я мог пообещать там знаете так и называется игра на публику я буду ставить молодых я буду опираться нас на свою школу я буду играть в атакующий футбол я я я я а на самом деле этого сделать нельзя поэтому я пришел и говорю мы вот то что я вам буду смогу обещать мы будем биться за результат в каждой игре плохо игра неплохо складывается для нас удачно неудачно увидите что ни в одной игре мы не были равнодушны и мы не были безразличны к своим болельщикам и я свое слово сдержал не получилось хорошего футбола зрелищного ну наверно хотя знаете в конце я думаю что все-таки карпаты прошлом году заняли ну все-таки немножко не свое место мы должны были как минимум десятки это мое мнение а кстати ваши футболе щеки с вами согласны вот один из них говорит очень нравилось что вы сделали с карпатами команда красиво эффектно и результативно заиграла спасибо большое жаль что вы ушли из карпат как болельщики я вас понимаю кстати очень хотелось быть на ваших матчах и сильно поддерживать вас и карпаты хотелось но не исполнилось это болельщик сожалеет и собственно вас спрашивают почему же вы так и не объяснили что же случилось почему вы не ушли вы ушли из карпат был у вас конфликт нет конфликта не было у меня знаете наверно многие удивляются как этого не было конфликта с даст и минске вот поверьте не было конфликта потому что когда меня пригласили на эту работу в принципе мне обозначили задач ну вы согласитесь на то он и руководитель на то он и президент он обозначает задачу он за эти задачи спрашивается то есть мне была дана конкретная задача с от сделать чуть не по-украински искал сделать команду в течение двух-трех лет в основном состоящие из украинцев и желательно из своих воспитанников команда которая была достойна выглядела чемпионате украин чтобы через два-три года руководители клуба могли поставить серьезную задачу при этом в той ситуации в которой мы оказались летом прошлого года когда у нас из 15 футболистов которые поехали на сборы славению было 9 человек из дублирующая состава ситуация непростая но была дана задача и я на эту задачу согласился и мы стали потихоньку вот так вот выстраивать вот эти все отношения поверьте сначала делается коллектив ком в клубе коллектив единомышленников не только футбольная команда есть клуб должен работать на результат ну потихоньку потихоньку по кирпичику мы начали выстраивать это все ну знаете чтоб так долго не рассуждать или как там мой помощник любит не рассусоливать сопли по асфальту не возить я могу сказать что ну концу чемпионата конечно у нас уже вырезался такой боездатный коллектив со своими лидерами с футболистами которые на мой взгляд очень прилично прибавили в том чемпионате это прежде всего их заслуга и валера федорчук и там грегор борович получились вызовы национальной сборной там сережа зенёв уехал чемпионшип при этом забил 9 мячей и побил свой личный рекорд за за много лет младен бортулович очень много забивал саша гладкий забил 10 мячей ушел донеский шокер да и вернулся сборной украины то есть володя костей закрепился как молодежной команде и дай бог чтоб они обыграли сейчас сборную германии вышли туда плей-офф то есть это знаете такие локальные достижения которые тоже муртаж даушевили вернулся в сборную грузии уже основной урок опять сборной грузии это не потому что я хочу похвалиться это то чего мы достигли в карпатах за один год то есть прогресса этих футболистов если бы была в гипотетически теперь уже смешно об этом арина если бы но гипотетически эта команда стала стою уверен что за 5 6 место мы сто процентов в этом году бы бились поэтому знаете сейчас но это такой же в пользу бедных рассуждений поэтому я еще раз сама сказать никаких у меня конфликтов с руководством клуба не с деминским не не было а то что у петра петровича своеобразный взгляд на футбол но это все знают это нечего скрывать он как президент вправе спрашивать и я как тренер был обязан и я это делал я пытался донести свои решения почему я принял решение такое или такое но никогда президент футбольного клуба карпат на мое решение не влиял поэтому но может быть может быть это как раз одно из и этот самый как называется но из из причина из причин но это я на шучу конечно но поверьте вот такого чтобы не было но это петр петрович то есть его надо знать это его надо знать близко для того чтобы сейчас вам с я смог объяснить что вот ты приходя на футбольный клуб карпаты да ты должен быть готов быть уволенным завтра то есть вот ну знаете вот для для примера вам скажу вот после победы над ним донецким шахтером петр петрович позвонил мне и первые слова которые мне сказал что ты там делаешь во что ты играешь то есть вот примерно так ну я так понимаю что не расслаблялись подали в эйфорию да но она достаточно жестко слышать себя для слыша до после такой игры после такого накала страстей поэтому я жарю но ни коем случае никакой обиды ничего подерживая к этому был готов и я уже как-то в интервью говорю что на тех же курсах по продлению лицензии мне это я не придумал от валерий ванчу можете спросить и я не сказал да саша ты знал куда ты идешь поэтому теперь уже не жалуйся теперь не ной как там хорошо плохо это уже никому не интересно ты же знал куда ты идешь все терпи так а можно построить вот команду когда минский хочет когда там большинство в этом 80 процентов воспитанников карпат украинцев или вот как вы говорили да что с украинцами не построишь они менее возможно мастера вид и менее такие гуттаперчевые с ними не построишь там красивой игры нужно только с позиции силы и и или как вот вы знаете но смотрите вот все хотят чтобы его команда рала как барселона но чтоб карпаты рали как барселона в карпаты нужно пригласить футболистов барселона воспитанников барселоны у нас другие направления у нас другие приоритеты я считаю но скорее всего на 80 процентов своих воспитанников но я не знаю таких клубов в мире все приводят пример атлетика бильбао атлетик бильбао ищет своих футболистов у там единственный критерий это до баски но как бы мама там баски или бабушка вас то есть по национальному признаку но они обязательно что эти футболисты окончили школу атлетик гризман же играл да да и никаких вопросов не возникало то и знаете это все как бы принято или там вот принято что там аякс играл 433 но уже давно забыли там за 433 а вот мы считаем что аякса играют 433 поэтому очень тяжело 8 процентов своих воспитанников это однозначно очень тяжело все бы хотят к этому стремиться но поверьте разве донецкий шахтер не хочет по него играли после процентов воспитанника зачем тогда академию содержать или там президент киевского динамо не хочет чтобы воспитанники играть в киевском динамо конечно хочет но это ну знаете на данный момент наверное это утопически считать что это возможно украинцы ну знаете вот у нас был пример уже до украинской команды это баллон сейчас она во второй линии ну кстати здорово играет на каком месте я не скажу тренинг это во второй половине в прошлый сезон не они 1 1 5 5 были а так здорово да а в остальном прекрасная маркиза поэтому это все очень очень так вот это мы можем гипотетически с вами сейчас говорить да что могло бы быть вот то что хотят хотят во львове по признаку патриотизма создать вот свои ребята во львове два львовских футболистов два в карпатах два львовских воспитанники да но опять таки я узнаете почему вам сказал что вот я для себя решил что не говорит то что ты не можешь сделать но не озвучивая перед сезоном мы сделали ставку или там там куратор детско-юношеского футбола львовских карпат юрий михайлович ячук ставицкий говорит у нас самая молодая команда ребят в последнем туре я один мирошниченко 94 года этот из кривого рога поэтому костевич ваш воспитанник голодюк ваш воспитанник да в молодыми уже как-то ну язык не повернется до саша лющенков из тернополя и к мирошниченко из кривого рога то есть я не для того чтобы кого-то задеть или теперь чтобы подумали с такси видов догонку теперь там что-то горит нет но если ты озвучиваешь то делай а если ты не делаешь зачем ты озвучиваешь а тогда получается для чего эти школы работают у нас у нас заработают они там вырастают до 19 лет и все и молодые ребята теряются там еще в юношеских сборных мы их видим а потом нет места проника нет хода смотрите я вам скажу такой пример вот мы в прошлом чемпионате сели с помощника и прикинули сколько играет воспитанников две вот у нас две ведущие школы вот вы назовете две ведущие школы мне мне кажется металлург запорожье там сейчас и ребята отовсюду играют везде лет не играет везде не играют там ребята везде не играют нет динамо пришли ребята смотрите внутри трое из запорожья и в шахтере ребята давайте давайте я вас киевская динамо и донецкий шахтер да это два гранда украинского футбола это две лучшие академии в стране когда академии которые имеют возможность пригласить к себе футболиста из любого региона страны так вот я не буду говорить за киевская динамо не потому что они плохие там александр алексей щищенко как-то вот прошелся по мне в интервью севида очень много говори хвалят шахтер сивидов считает прима украинского футбола моя 충ность от прямо украинского футбола это шахтер раньше было киска динамо вот когда киевская динамо станет чемпионом я скажу я первым скажу снова вернулась вернулся гранту крыль Hannah это великий клуб киска динамо и всегда я говорил что киевская динамо это великий клуб сейчас у нас два великих клуба киевская динамо донецкий шахтер поэтому мы берем эти клубы за премьер я не буду говорить сколько воспитанников киевского динамо играет я скажу что мы посчитали в прошлом чемпионате около 50 выпускников академии донецкого шахтера играла в премьер лиги украины 50 воспитанников это шикарный показатель поверьте и не только сейчас там кто бы не послушали прочитал будет смеяться так что он там рассказывает мариуполь там что и мариуполе и в луганске и где их только нет поэтому говорить о том что школа не работают нельзя вы назвали металлур запорожье да и эта школа работа так одежды другие школы а я попросил назвать вот не секрет я вот свою научной группе карпатовского ребята ну найдите мне кто и вот вы говорите что у нас сама юрий михайлович говорит у нас лучшая школа в мире что у нас столько сборников надеете мне футболистов выпускников львовский карпат кто играет премьер лиги нашли нашли постранский из самых молодых фищук оказался но фищук который выпускался еще при советском союзе до по странски чтобы не забыть ребят то есть но их 3-4 человека моложе 25 лет кроме карпат никто нигде не играет да то есть это не я не хочу кого-то унизить да это говорит о том что нам надо работать лучше нам надо лучше работать для того чтобы наши футболисты могли расти и играть премьер-лиги по-другому не получится так вот болельщик говорит опять вам дякую за карпаты возничал с нуля зрубала команда до кентя сезона команда заслуговая иншу властника и говорят дым и двигать но это возможно в принципе ну то есть нужно изменить собственника дабы изменилась вся система в карпатах допустим то же самое сейчас очень много говорят о динамо да что нужно поменять владельца клуба президента игорь михайлович суркиса дабы изменилась какой-то вот вся система менеджмента и тому подобное я не буду говорить о футболе потому что со своей с моей стороны это не очень корректно я вам скажу по-другому у нас сколько президентов было в стране два раза кучу намного жить лучше ну если говорить о сегодняшних временах точно нет я постарался так отдаленно на ответь на вашу поэтом это все говорят люди которые не знают как бы если кто-то думает что и теперь все видов обижены сейчас надо минского как но тут накатит да нет абсолютно я еще раз могу повторить я не обижен ни на кого он управляет клубом так как он считает нужным но президент футбольного клуба карпаты петр ты минский и не надо говорить кто-то был бы другой что-то было получше или хуже ну это вообще абсолютно неуместно я всегда считал что у тренера есть право выбор вот он либо соглашается с методами там управления президента да и тогда работает как бы и вот если до того дошло что президент ему говорит что делать там какой состав ставить если это согласен ставь и делать то есть это не согласен уходи ну точно согласна с тем что вот сейчас украинским футбольным клубом по большому счету у всех президенты это олигархи который отвечает там вот каждая команда у кого президента не олигархи скажите мне нет на езжу ей ей же например челси где руководит до совет директоров и каждый отвечает как менеджер за свое какое-то отдельное направление то же самое как вы как раньше мы посоветовались и я решил руководит то совет гитарова решение принимает обрамович да хорошо нет но вы заставите пример допустим шахтерка который является лучшим клубом украины да естественно там менеджмент но менеджер у них палкин который реально менеджер а в других же клубах такого нет в украине почему нет но вот мы за и допустим вы говорите 2 вот вы там я вам скажу один из лучших менеджер украинского футбола евгений красников один из лучших но он сейчас там он изгнан до отстранен но он на мой взгляд футбольный тренер ни один из но но я да бы даже на арабе сказал бы лучший менеджер потому что он умеет делать продукт там где другой бы его не сделал но есть да то есть есть у кого учиться значит нам надо вот мы говорим плохие тренеры у нас у нас бестолковые тренеры у нас очень плохие футболисты вот посмотрели как они со словаками это не футболисты и это не 3 и фоменко не тренер и там и опять таки иванов петров сидоров тоже не тренеры да хорошо ну давайте вот вы же затрону тему давайте возьмем менеджмент ребят но едьте учитесь тоже едьте учитесь другие там другие страны великие клубы почему тренер ездит учиться футболисты там стажируются где-то там они тренируют футболисты вот отсюда выходят там мастерами дорастают до мастеров не все конечно но это это то я я вот как-то уже сказал вам да за на примере карт все весь клуб должен работать на результат раньше знаете какие от менеджеры были но менеджер тяжело бы назвать там 10-15 лет назад вот а если бы не мы то вас бы тут не было не основа футбольного клуба это футбольная команда вот если бы не было футбольной команды какой клуб можно содержать вот поэтому не не возводить в ранг небожители футболистов да а все делать для того чтобы достигать результата на первом месте результат чтобы мы не говорили хорошая игра красивая некрасивая сейчас сборная наша проиграла а вот если бы мы отбивались 90 минут и 1-0 выиграли да мы бы забыли через два дня что мы отбивались чтобы у нас было три очка поэтому знаете вот это вот любое звено футбольного клуба начиная там от женщин которые стирают форму до от женщин которые убирают там на базе или там что угодно делу до в отводители которые от водителя автобуса которые возят футболистов до футболиста до там генерального директора они все должны работать на одно на результат потому что сейчас важен только только результат а вы как-то говорили что в гаверлия собственно никто кроме тренера по большому счету и футболистов на результат не работает что менеджментов как такового нет в принципе ну так ли ну так вы говорили что когда-то позже расскажите что там на самом деле может это позже уже нет еще не наступило это позже еще не наступило потому что уже и суды все так я просто уже не знаю куда они тоже не знаю сейчас последний хит от руководителей гаверлы они вот свежихи да то есть я постараюсь чтобы завтра это эту бумагу показать на телевидении если мне позволят конечно это не скажу что ты уже телевидение используешь свои цели вот последний хит это гаверла повторно обратилась в касс вот вы можете степлетать касс не рассматривает закрытые дела вы думаете что там генеральный директор такой себе генератор вот этих всех идей плохих генеральный директор гаверлы не знает что касс не рассматривает повторно дела знаю конечно ну надо что-то делать на это но все пропало там гипс лима снимает клиенту уже что-то делать надо платить не хочется но не хочется но никак не хочется платить при том что у них команде играет футболист и россию до который бьется со своим клубом у них же в команде игра поэтому пока еще не настало время но знаете вот есть я уже почему вы молчите почему вы не говорите все но есть этика да есть корпоративная этика там работает тренер там работают футболисты там еще есть футболисты которых я приглашал в эту команду там есть люди которых я приглашал в эту команду поэтому мне сейчас не с руки что-либо обсуждать поэтому когда настанет время а вот я всегда говорю у там есть там весло викторович вот он работает давайте дождемся когда он будет уходить из этой команды потому что весла виктор что-то не александр симведов он если уж расскажет так он расскажет да поэтому я знаю что там происходит и сейчас что там происходит знаю и как это все происходит и там там выступил александр не старич и сказал я еще не все карты в этом раскрыто но не на вот это вот я воспринял это как угрозу свой адрес не все карты раскрыто есть мы раскроем но лучше не надо лучше не открывать ящик пандоры уж лучше не открывать потому что у меня опыта и авторитета в украинском футболе ну я не скромно вам скажу больше чем александр нестрович поэтому я мол я больше знаю у меня больше информации достоверной информации у меня больше фактов у меня больше доказательств поэтому если я сейчас молчу на депутат рекламу потеря за было то черная заставка я молчу ну когда-нибудь я скажу вот пока еще не время но опять таки мне не хочется дарить потому что столько он так ревностно относится вы слышали серида в каждую неделю выступать тут пусть тебя приглашает пола не творит пусть выступает и понимаете мне не хочется вступать снова в диспут с александром не старая чем снова от него выслушивать и опять на перед читать что написал там в твиттере там вконтакте мне это не интересно есть вещи есть поступки есть слова ты дал слово выполни ты пообещал сделать сделай не можешь сделать не обещай ну что тут непонятно не я вот этот дон тогда станет так может не понимать снестром ивановичем стоит говорить они целиком я снестрова на чем говорил и что в январе когда вот перед тем в июне меня уволили а в январе с ним разговаривал но знаете все свелось к тому что в итоге я сказал не стримать вам принимать решение вот я вам рассказал все что происходит все как делается но все так же происходит все так же делается как делась раньше поэтому но не старого ночи я не то что там я знаете сейчас же другое время сейчас уже кто знаете как в этом как в этом гимне революции 17 года кто был не кем-то станет все тут в принципе я и так ничего не боялся знаете что-то говорить но и как узнаете листов давать тоже не собираюсь но по шуфрича я мог сказать не старого ночи не владеет достоверной информации то что происходит клубе так он не хочет ей владеть или мы просто не дают там все этой информации но вот могли ему напрямую сказать что и как происходит я и я так и сделал вот я не услышал ну на может быть не услышал может быть услышал ну сделал вид что не услышал я не знаю но по крайней мере лучше в ужгородском футболе не стал они сейчас можно что угодно севедов плохой тренер сидом команда должна была вылететь что все видов все видов такой севеда всякой но лучше в ужгородском футболе не стал все говорят что если бы не не старшу фрич в углу ужас к футболок не вода я тоже договор если мне не старшу фрич футбола уже не уже давно не было но если бы не старый ванк хоть чуть-чуть углубился в дела которые происходят там то гаверла была бы сейчас но как минимум в середине турнир таблицы но конец про ивановича особенно в нынешние времена наверняка не хватает не то чтобы времени даже в какой-то мотивации он политик бизнесмен у него в априори мало времени а сейчас так знаете сейчас у любого вы кого не возьмите любой президент команды премьер-лиги практически не бывает сейчас с командой потому что действительно и в стране такое происходит и вообще в принципе правда еще и выборы опять на что что не год то выборы какие так а какую сумму вам задолжали все-таки гаверла поверьте сумма смотрите я не потому что стесняюсь сумма не такая что пушу и стесняться и называть но еще раз или там есть такой генератор идей да вот я любое мое слово которое расходится с пунктами контракта да они могут поднять там и там венскую конвенцию какой-нибудь там 70-го года искать вот посмотрите не имел права си видов ничего говорить то есть я не могу вам назвать сумму не потому что я стесняюсь или боюсь чего-то то что я назову они сказали у них сразу же будут претензии вот шип напишет на после завтра напишет там мукачевской правде что от си видов такой-то такой-то вот он сказал цифра не имел права теперь мы бы на него подаем в суд зачем спрашивают вас какого какого ваше отношение к лимиту на легионеров не кажется ли вам что лимит явно завышивает цены на украинских футболистов и соответственно их заработная плата знаете этот вопрос неоднозначен на самом деле потому что с одной стороны я согласен функции на наш футболистов намного выше чем такого же уровня иностранцев я не говорю за звезд на я говорю за футболиста который если поставить на одни весы то стоимость нашего игрока намного выше чем стоимости игрока из-за рубежа но что-то с этим делать надо потому что искусственно ничего хорошего никогда не приводило и то что мы можем там ну как за пример я не говорю что это надо делать как за пример как делали в англии сделали в англии да вот нет количества их за сборную то есть ну по их мнению не не самого высокого уровня легионер ему трудовую визу не дают сейчас такая же проблема будет возникать и в россии что там тяжело получить визу если там не сын не такой поэтому какой-то барьер ставить надо но искусственно давать дорогу знаете но у нас мы чего только не прибегали у нас были там по лимиту футболистов первой лиги во второй лиге но как правило от за последние годы если вспомнить то но если 12 футболиста из первой лиги или за второй лиги поднялся пример лигу но это хорошо то есть искусственный лимит ни к чему хорошему не приводит но все-таки зарплата украинских футболистов завышена кого ложится вот в даже по опыту карпат стоит вот так вот резко всех под одну планочку снижать зарплаты и пускай играет как ну стоит не стоит а запах снижаться будут потому что знаете но мы к сожалению идем немножко позже чем вот эти развивающиеся страны в футбольном смысле да там польша венгрия румыния и болгария вот мы сейчас нас подтолкнула такая ситуация в нашей стране что ну в любом случае зарплаты уменьшаться будут будут во всех клубах я не я я не беру об сальняком там топ-4 наш да как бы но у них там уже даже топ-3 металлиста сложного да может быть да но вот эти в этих командах у я у я знаю что практически во всех уже у них снизили зарплаты либо там и платят в ривнах по меньшему курсу чем он ты либо коммерческий либо даже нб у хотя нб у выше чем коммерческий поэтому меньше платят по меньшему курсу то есть это произойдет ну и все равно останется на мой взгляд есть категория футболистов которые на как зарплаты которых ну не соответствует их уровню как с этим бороться но эти с этим бороться можно только естественным путем потому что знаете вот уменьшил карпаты там до зарплату потолок 10 тысяч долларов примеру меньше сейчас мариуполь зарплату потолок там ну за 10 тысяч долларов ну вот куда футболисту идти и он будет стараться играть за 10 тысяч долларов 10 долларов на самом деле большие деньги для нашей страны вы тоже на поиграли да и только морю мне сейчас мариуполе задействовала не поиграли бы вот в львове до вода поэтому это на самом деле большие деньги но эта проблема есть но искусственно и либо там рубануть с плеча но тогда наш футбол и так с отъездом большой группы иностранцы там я так прикинул где-то порядка 20 легионеров хорошего уровня еще надо украину ехать то есть то есть у нас чуть понизился уровень чемпионата она по-другому не может быть в такое тяжелое время а если еще рубануть шашки то он еще в два раза упадет а мы все равно же говорим даже в городе легионер уехали понизился уровень чемпионата мы все равно говорим что вот тот же ярмоленко ли коноплянка уже пересидели в динамо и днепре соответственно что он уже пора потому что ярмоленко как играет левое так и дамы с вами говорим да надо задать вопрос футболисту хочет ли он уехать ярмоленко из киевского динамо он говорит доработаю контракт он вечно говорит у меня контракт с киндинамо насколько я знаю говорит андрей это не глупый парень да что еще говорить футболисту которого действующий контракт меня все устраивает но раз все устраивает вот если же не коноплянка там не подписывай сейчас депром контракт где то так мы все это мы сейчас рассуждаем из того что слышим в прессе он коноплянка не продлевать кодекс днепром вот если он не продлит да он идет свободно агентом там в тотенхем без разницы куда ливерпуль трамзан спорт куда угодно но если ярмоленко продлевает контакт на три года к примеру да и у него там я это слово иностранно не выговорю клаусула как вы говорите до 20 миллионов евро так тоже его купить сейчас но он же может тоже не подписать и уйти свободным агентом его возьмут за мылу душу как говорят украинцы но это мы сейчас вами разбросали футболистов наших по европе ярмоленко на право уйдут и уйдут ярмоленко на коноплянка тоже будут играть вы понимаете эти футболисты может быть они переросли я тоже думаю что где-то кого-то футболистов определенного уровня достигает ему нужен толчок если это толчок не происходит он начинает деградировать потому что он уже чувствует что он перерос а команда не дотягут до его уровня либо клуб не дотягут до его уровня ну это не нам решать это решает президент и футболист и футболист должен уметь находить диалог с руководителем клуба для того чтобы был у него была возможность уехать для того чтобы по крайней мере знаете даже я нет я бы не так для того чтобы не была возможность вернуться вот уедет ярмоленко там к примеру в наполь или в рому вот куда там только да сейчас не пишут ярмоленко я бы уехал ну он же отработает контракт и можно куда-то возвращаться а у нас футболисты надо так поступает что знаете дорога сразу закрывать нельзя плевать в колодец но вот некоторые все-таки соглашается уехать даже вот на меня даже ваш вот эксподопечный петров ушел уехал в экстраклассу как говорит на просто очень сильное понижение зарплаты играет в основе все ну тоже петров знать там красной линии можно было проследить да то что тебе пообещают в украине не факт что заплатят но то что тебе пообещали в польше ты можешь быть уверен что тебе это заплатить знать иногда но человек выбрал стабильность и сейчас поверьте мне вот то я уверен что ну если не половина но треть футболиста премьер-лиги с удовольствием бы уехали с понижением зарплаты в ту же польшу там или венрию да или там но образно там словению жить в спокойной стране получать стабильные деньги гарантированные деньги поверьте это сейчас в нашей жизни это очень серьезный такой плюс все-таки вот в такой связи с такой ситуации получилось так что вот молодым тренером в украине стали доверять наконец-то чего не было очень много лет вам кажется это все-таки плюс или можем нарваться на то что ну нет опыта еще у тренеров не будет какая-то нестабильность что такое опыт ну это вот набираешься каких-то знаний через работу через то что ты делаешь да опыт нельзя купить на опыт нельзя передать опыт можно только заработать накопить поэтому если мы не будем доверять своим тренером то каким же когда же мы дождемся своих опытных тренеров а он ничего не завоевал но подождите разве капелла сразу начал завоевывать или там но есть уникум я ван гал люди те футболисты и те тренеры которые вот там да ван гал не не рал на таком высоком уровне как мауриньо да не играл на высоком уровне но есть тренеры которые уникумы да там мауриньи раз и через год уже лигу чемпионов вырос порту но в основная масса тренеров набирается опыта а потом что-то выигрывает мы хотим либо сразу поставили реброва ребров должен выиграть кубок ребров должен выиграть чемпионат ребров должен дойти до полуфинала лиги чемпионов ну там лиги европы а с чего мы взяли что ребров все это должен потому что он тренер киевского динамо а потом марим ребро проиграл у него нет опыта ну так он же приобретает этот опыт но если мы сейчас уберем ребро вот там уберем григорчука кто у нас еще молодые ребята когда они будут набирать итог и где то есть я считаю что это нормально это естественный процесс омолаживания тренерского цеха но опять таки это надо дать культурно и корректно не искусственно потому что если тренер серьезно ключевского вы не убирает а чешу убирать если он дает результат или маркевич у нас металлиста куда он ушел он же не ушел там в рабу русскую тренировать да или винниках с школой своей заниматься он ушел днепр это серебряный придет чемпионат украины такого говорили кстати что днепр рамоса был просто вот как на ваш взгляд там вот идеальной командой вдруг вот буквально не прошло то и времени и месяца и мы видим днепр маркевич совершенно разобранно это вам все таки это все таки вот отсутствие там костяка определенного ну погодите тогда в тот момент ну я про матчи лиги чемпионов не играл за зули рот инстри нич еще там кто-то не играл я сейчас не припомню ну это именно да ну руслан да да ну подожди была ротация и у рамоса то есть он мог и не и ротань мог не играть и коноплянка муха и за зулия мог не играть потом их выпускать дело не в этом у ним на мой взгляд опять-таки немного разные взгляды на футбол у маркевича и у рамоса вот маркевич хочет сделать свою команду да мирон богданыч хочет футбол у такой видеть днепре и он с к этому стремится то что мы сейчас пока этот футбол не видим ну не видим увидим здорово а вот вас прошу это поводу перспектив украинских команд в лиге европы лиги чемпионов как вам кажется жеребевка вроде самое ужасное у днепра а у всех остальных вроде как довольно неплохая как вам кажется кто может сейчас показать его стрелить в европе вот из украинских клубов на самом деле я бы не говорю что хорошие группы попались группы попались ровные и сказать что мы в какой-то группе фавориты но какой группе моего фаворит но динамо было первым в первой корзине считается фаворитом своей группы ну вы как в это главное яйца положить в ту корзину может быть мы и в первой корзине но группа у нас равна нет таких команд которые мы посмотрели то там лихтенштейн да у нас до 1 стиктенштейна попала одна там вот это гренландии кто там сейчас новые такие даже уже не помню сборной это заявилось играет нет таких групп тяжелая группа тяжелее у группа у днепра но поверьте металлисту будет тоже не про не очень так знаете комфортно в этой группе а шоу шахтера слабая группа нет сейчас посмотрите как эти команды все равно шахтеру как бы это не монсити и бавария в одном флаконе это порту все-таки порта которая до из года в год выходит дальше из года в год терять своих исполнителей им приходится на новому шахтер тоже нет я не за это беру я беру именно объективно на мой взгляд опять таки это мои суждения я никому никому не навязываю я беру анализируя футбол футбол допустим шахтера да и порту я могу сказать что шахтер должен быть сильнее по крайней мере мы же украинцы мы этого хотим чтобы шахтер был сильнее мы хотим чтоб днепр вышел мы хотим чтоб металлист вышел мы хотели чтобы черноморец выступил лучше мы хотели и переживали за это ну значит плохо переживали плохо хотели может быть спрашивают вас чтобы вы как-то поделились своими впечатлениями обо львове об атмосфере на стадионе что вам нравится во львове и собственно а не встречали либо бандера спрашивают во львове андрей бандера есть такой да шансон поет нет его я не встречал бандеровцы знаете но это все таки это часть пропаганды какие бандеровцы во львове я вам скажу так для примера я никогда не переходил на украинский язык я украинец хоть и русский я этого не скрываю я русский который родился в донецке у меня по маминой и папиной линии только русские тамбов курск орел белгород я этого не скрываю но я украинец я меня с детства с рождения учили говорить на русском языке и думать на русском языке вот не во львове не в я не переходил на украинский язык вы видели все там вы можете понять любую пресс-конференцию да я могу там побался ну если я могу говорить по-украински но это будет долго медленно мне надо будет подбирать слова чтобы не выглядеть смешно зачем поэтому у меня никогда не возникало проблем на почве использования русского языка бандеровцев я не видел не знаю может прячь от меня но львов это действительно знаете это уже род львов это это мягкие города вот там нет такой атмосферы на электризованное все время там люди живут там люди отдыхают а служат вообще знать но ту же маленький городишко стоит и стоит то там там город если прогуляться заговорился можно пройти вот уже венгерская граница львов но очень много туристов там все спокойно вот никогда мне не возникало никаких проблем стадион да прекрасно болеют здорово знаете но надо отдать должное ребята там поддерживать любят свою команду может быть команда не настолько теперь не настолько отдает им вот этой знаете любовь такая вот в односторонней получается но поверьте я могу говорить только за период которой я работал его и по крайней мере мы старались я еще раз могу подтвердить что сказать точнее что мы работали честно может быть у нас не получилось но а как мы делали все что могли как у вас с иностранными языками русский украинский знает русский украинский да и матом матом я знаю как серия юрьевич так так отчитался с нас на канале сказал вот ты смотри вот это надо перестраиваться а то вот это пи 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 это сколько только пикает все время знаете но к сожалению у меня нет предрасположенности к языкам а это немаловажно вот тоже на моя профессиональный переводчик вот у нас меня смеется потому что так у нас только баран что 35 5 10 слов запомнить не может самый элементарный там английском языке да для того чтобы показать дай попить или дай пожрать или куда пройти еще можно объясниться а так к сожалению не смогла а вот как-то баскетбольный тренер айнарс богатский с тренировал прошлом году будивальник он говорил что его игроки и в принципе игроки они без мата не понимают им не доходит без мата тренерская тренерская установка у вас также вам кажется футболист без маток солдат без автомата я подробно хочу сказать знаете возвращаясь к языкам вот у нас был рамос но я не сейчас не беру участку вот у нас был рамос вот в сша ходит на пресс-конференцию на русском либо украинской нее то него отличный переводчик была это вот так он мы привык наши тренеры не работу потому что наши тренеры не знают язык они работают потому что они тоже не знают язык но они работают то это нас все таки уровень наш не дотягут до уровня там да к примеру рамоса чтобы нас кого-то он когда-то пригласить вот когда мы будем дотянуть нас будут превошать поэтому это так и вот знаете 10 книжал тоже вы иет на top Danny's это до 10 мифов учет тренеры не работают первый миф он не знает язык зачем тренеру знать язык изучать да я могу понять что там есть у футболистов контрактах в серьезных клубах изучение там русского языка на вряд ли украинского русский язык да вот есть такой должен заниматься если это одно из условий при подписании контракта здорово а если нет но согласитесь данным хитинг вряд ли говорил дам адвокат вряд ли в россии по-русски да то есть это как бы заблуждение то что касается мата знаете но это конечно это нас не красит я понимаю что это большой минус для меня но это эмоции знаете я не оправдываю себя ни в коем случае но когда ты не контролируй свои эмоции вот это вот и происходит вот этот вырывается на нож а по-другому более емкостно слов мы не придумали потому что от русским матом пользуются все страны мира вот какой фильме посмотрели там русским а да вот но если его вставляют в контексте какого-то разговора почему вот потому что это коротко их хвостка и понятно а рукоприкладство было когда-либо мне нет ну я могу дать поджопник такое с дружески да или там подзатыльник но такое чтоб нет как фергюсон бросать бутсы хоть и в бэхэма да но это фергюсон это сэр а ваш друг виталий владимирович кворцяной бутсы нет бутылка да но не то бутылку что ну ну вылил бутылку воду на голову остудил немножко пыл футболиста но я же говорю это виталий владимирович его надо знать вот он с бутылкой а потом выйдет он он может это обнять его этого футболиста то есть это человек который когда входит в раздевалт входит в тоннель стадиона все поменяется вот тут вот перевоплощение у него происходит агана выходит основат нормальный человек это это в принципе нормально это в принципе естественно ну воспринимаете таким как вы чего не разрешаете в раздевалке вот что нельзя там вот некоторые же музыку не разрешают слушать там чтобы в телефонах ребята сидели концентрировать у вас телефоны запрещены но это нормально это нормальная практика но футболист приехал на игру но вы представьте вы пришли к врачу то у вас операция там какая-то аппендицит вырезает а то подожди по телефону поговорю начинает разорвать это не нормально или там вот как наши маршруточники это уникальные люди до чего он едет еле-еле у него телефон в плече а и двумя руками он отчитывают сдачу человеку отдает как это можно делать вот так футболист телефон запрещен везде то есть это не только у меня там да как у тренера я знаю что ну я не по крайней мере знать команд где разрешены телефоны в раздевалке музыка пожалуйста просьба я часто привожу пример витя скрипник не в бремени когда играли там в этом не хочется вспоминать эту игру но тем не менее вот как у нас настраивались раньше сидят и набычные сидят а там веселятся бегают кричат дверьми дверьми эти хлопают витя мы с витей тоже давно знакомым металлургии донят запорожскому радость служили в армии вместе витя что тут нет такого понятия настрой ты на каждую игру выходишь настраивая себя сам у нас что привыкли тренер не настроил команду это же живые люди это же не пианино настроить да не скрипочку настроить человек должен себя настраивать он же профессионал почему тренер должен его настраивать хорошо делать свое дело вот там нет такого они повеселились но вышли на поле отработали восьмерочку дали под хвост и вы опять пошли веселиться а мы как сидели вот так вот на обычные так и и после игры сидели знаете он тут у нас принято что тут не до настроились перенастроились но мы сейчас говорим о профессиональном спортсмене да почему мы говорим о том что он не настроился так вообще такое такое в таком случае разрешаете футболисту допустим там и погулять если он профессионал может всю ночь гулять потом прийти и играть игру нет если он просто он не пойдет гулять это раз второе мы тоже используем заезды так называемый данный карантин есть команда допустим и рамос дал не использовал карантин да вот там и виталий владимир что же квартира но не используют карантин сейчас не знаю последнее время но по крайней мере прошлый год он не использует он собирались день игры как за рубежом вот я допустим сторонник карантина на ночь перед то что футболист должен уже думать и анализировать свою игру и не то что настраиваться знать а вспоминать все свои ошибки анализировать их для того чтобы не повторить вот это вот мы делаем ну ну так чтобы прям вы как вы утрированы ведь пошел погулял ну такого быть в принципе не может потому что знаете но то еще у нас пережитки такие кое-где наверное есть а вот за рубежом там же нет заездов не нет карантинов от если ты пошел погулял вышел плохо сыграл ты сел за тебя забыли на месяц а если еще это сказывается на твоем финансовом положении тогда ты будешь думать следующий раз а вы свою лучшую речь перед футболистами помните когда была лучшую нет не помню знаете на самом деле это вот я допустим никогда не готовлюсь к этому то есть это все идет изнутри это все идет так если можно сказать от души и чистейшая интуиция импровизация то есть я иногда я вообще бывает футболистом называю состав и поехали иногда приходится рассказывать то есть любой тренер который видит этих ребят каждый день он чувствует атмосферу которая сейчас в команде то ли это расслабленность то ли это скованность какая-то то ли это переживание то ли это знаете уже пофигизм какую-то вот этот тренер должен чувствовать и вот именно вот это либо убирать либо наоборот подстегивать футболист а если пофигизм то что делать тоже найти слова стимулировать не стимулировать мотивировать до стимулировать тренер не может мотивировать и рака затронуть вот как я попытался затронуть допустим гладкого сашу у него закончится саша не хотела что он же говорил все время что он сакарпата играет ну вот вообще отдается полностью полностью отдается полностью отдаваться значит подкрытили нет я не могу подкрутить я могу ему дать какой-то вот вы знаете в мотив да он мотивация вот я попытался допустим гладкому дать мотивации того чтобы он работал для того чтобы если он хочет уйти в больше более там лучший клуб он должен еще больше работа должен быть лидером карпат саша работала так но его сто процентов не хватало почему надо бы работать на сто двадцать процентов вот он начал работать на сто двадцать процентов получил превращение донецких шахтер и стал примером для всех футболистов карпат вы после игры легко засыпаете вот смотря какая игра бывает игра выматывают настолько что уже мозги просто не соображают и не хочется думать ни о чем тогда засыпаешь а бывает такое что игра так складывалась знаете что не вообще можно всю ночь не уснуть нет такого однозначного как есть некоторые тренеры там говорят что я после игры не сплю пересматриваю игру я не хочу пересматривать игру после игры сразу же потому что еще есть эмоции еще не выветрился адреналин то есть еще тут и знаете что еще в таком состоянии что анализировать хладнокровно ты не можешь для этого надо переночевать от футбола как отдыхаете никак банально как и все сейчас и вот поверьте знаете вот я вам могу откровенно сказать что раньше конечно больше расслаблялись на футболисты могли там выпить раньше были казино не обязательно там все проигрывать да ну это как бы снять стресс там ему сейчас когда всего этого нет допустим казино нет ну по крайней мере легальных казино и футболисты стали меньше пить на самом деле и курить стали меньше это вот так вот у нас еще идет так по наитию то футболисты пьют и курят нет они стали меньше пить и курить и самое лучшее самый лучший отдых это дети не не что-то к тебя не восстанавливает как твой ребенок который придет пожалуется поплачет посмеется но это ребенок не рыбки не не хомяки не крысы не собаки не кошки ну по крайней мере я так считаю для меня когда ребенок залазить тебе на руки то все уже ты ты уже не думал не может думать ни о чем другом только не а вот все таки вас тут спрашивает когда вернетесь к тренерской деятельности и зовут в родной металлурка еще один болезнь говорит что видел вас за соседним столиком в непродержинске и подумал что вы планируете возглавить сталь собственно какие не продержинске я могу сказать что в непродержинске у меня жена из непродержинске потому я сейчас живу непродержинске в наше тяжелое время а то что касается планов но знаете конечно хотелось бы чем быстрее тем лучше но я тоже трезво анализирует трезвый отчет себе понимаю что ну сейчас хвататься за что-либо не хочется давайте таких предложений которые мне хотелось бы мне не поступают а как вы в принципе переживаете вот это все-таки тяжелое время вы днепродержинске довольно близко к зоне где сейчас идет военные действия как вы вот психологически эту ситуацию переживаете возможно как-то помогаете людям которые там сейчас знаете на самом деле это очень тяжело то что те кто этого не видела я допустим тоже не застал эти боевые действия да в донецке очень давно в самом донецке не было вот буквально когда в неделю на еще недели нет я отвез родители они были меня днепродержинске я своих родителей снова довез но я не довез когда донецк я довез и до курахова и я встречал и бтр с военными да и через блокпосты проезжал там за запорожьем блокпосты на право сектора который просят открыть достаточно корректно и кстати на русском языке просят открыть багажник показать документы паспорт то есть все все достаточно корректно но когда ты видишь бтр когда ты видишь там 10 пушек которые тяну до немножко становится не по себе поэтому ну а еще представь но кто мог подумать год назад что в донецке в донецке может быть война и что в донецке могут быть разрешение могут гибнуть люди люди которых там ты знал до дома в которых ты жил ну то есть это не нормально в нашем здесь все прекрасно там гибнут люди гибнут солдаты поэтому это достаточно серьезно такой психологический стресс для любого человека а для жителей донбасса ну поверьте мне это ну это очень тяжело потому что ну вы знаете все ждут когда это все закончится никто не когда мы все ждут когда это закончится и знаете иногда даже больно об этом говорить когда погибают дети от случайных взрывов от осколков когда погибают женщины молодые молодые ребята которые знаете которые вот ты видел у него еще усы не прорезались он уже погиб поэтому это очень тяжелый вопрос и знаете ну на самом деле может быть и не так далеко одни прадежинска до донецка двести восемь километров но там идет война она слава бог а вы как-то общаетесь там с родственниками в россии там с друзьями вот вы играли все-таки в российских клубах наверняка очень много знакомых ну вы спорите вы общаетесь об этой ситуации как происходит ну знаете на самом деле вот все что мне не все конечно большинство все что там пишется и говорится на телевидении это конечно пропаганда то есть простые люди понимают что но за что бороться русскому с украинцем ну за что бороться русскому с украинцем ну понимает понимает но видимо не все не все но по крайней мере с теми людьми с кем общаюсь я это это они вот как раз вот они не понимают что можно делить и что о чем вообще можно говорить да это донбасс да вот как бы знаете ну да это вот так повелось знаю я не говорю хорошо это или плохо вот так повело что донбасс это как-то обособленная территория в украине вот как-то повелось федерализация вряд ли да там какая-то там полномочия или децентрализация я в политике особо не разбираюсь и не лезу туда но мне очень тяжело об этом судить потому что я сам из донецка я сам родился я там вырос я провел там сознательную жизнь ну то есть вы можете понять тех людей которые сейчас говорят о том что донбассу там донецкой луганской области нужно какие-то особые права дабы украина была федерацией ну то есть вы действительно считаете что это настолько обособленный регион что они вот как-то не соприкасаются ментально возможно с остальной украины я перестал вас понимать нет ну просто из-за чего как бы это все началось и дичьи низко из-за чего хотелось я был во львове хорошо давайте мы все-таки пожелаем нам всем мира спасибо огромное за то что вы пришли за то что вы ответили откровенно я просто очень рада что вы спасибо спасибо что то еще накопилось может позвать меня нет абсолютно нет я еще раз вот вы сказали мира конечно очень тяжело я и закончу хочу тем что конечно особенно это касается не особенно а в том числе касается это футбола пять клубов которые не могут играть дома пять клубов которые лишены своих болельщиков а болельщики лишены ну в нашей жизни чуть ли не единственного до такого удовольствия отдушины виде футбола поэтому я хотел бы что пожелать по крайней мере нашему народу чтобы побыстрее закончилась это не знаю как то война не война вот эти боевые действия на дорбассе они закончились побыстрее да и все люди вернулись по своим домам все люди ночи начали снова работать и знаете ну как по-украински нет в отличие от нас на самом деле очень хочется чтобы и не только знаете во львове в киеве в чернигове там где-то улыбались женщины улыбались дети а и в донецке как можно быстрее пошли в школу дети пошли в детские садики чтоб все это стабилизировалось и тогда знаете может быть может быть нам и нужна была эта перезагрузка как ее сейчас модно называть ну посмотрим дай бог чтоб у нас как можно быстрее жизнь не просто она водится стало еще лучше чем было спасибо огромное до садами